Друзья, всем привет! С вами я, Рыжий Блондин. И в этом видеоролике я продолжаю держать вас в курсе ситуации, которая происходит на рынке по продаже новых автомобилей. Напомню, я этим занимаюсь, помогаю людям покупать новый автомобиль от официальных дилеров, стараюсь это делать со скидками, либо на данный момент с наиболее выгодными предложениями. Что это за предложение? В этом ролике я вам сегодня озвучу. В этом сюжете я с вами хочу поделиться информацией, которую в первую очередь я сейчас активно выкладываю в Инстаграм-канала. Все те, кто подписаны, регулярно, каждый день видят подобного рода сторисы, где я выкладываю, что есть вот такая машина, столько-то она стоит, на таких-то условиях ее можно забрать. Людям нравится, народ, на удивление, машина активно покупает, пишут, клиенты, парапиду договариваюсь, оп, по Мерседесу. В общем, сегодня я вам все детально расскажу. И еще я хочу с вами поделиться, сделать подборочку того, как сейчас дурят новенькое. Не буду повторять одно и то же, вот прям покажу, на что люди сейчас чаще всего клюют. В любом случае, в этом сюжете у меня есть спонсор выпуска, кратенько о нем, и после чего по пунктам переходим к основной теме выпуска. Приятного просмотра. Есть полезная информация для автомобилистов. Знакомая ситуация, когда во дворе стоит твой авто ценой 500 тысяч, миллион, три, два, десять, а шины, которые тоже стоят далеко не дешево хранятся, в пакетах по 10 рублей. Как минимум, вот это все дело неэстетично и непрактично, потому что многие хранят свои шины на балконе. Как решить этот вопрос? Я вам расскажу прямо сейчас. Магия монтажа, и к нам прилетают чехлы от компании Автобекс. Покажу, как это работает. Чехлы рассчитаны на шины от 13 до 20 радиуса. В моем случае 18. Чехлы универсальные. 13-20 радиус сюда запросто закатывается. Что нужно сделать? Мы сейчас с вами аккуратненько закатываем сюда колесо и начинаем все это дело заправлять. Процесс на самом деле элементарный, но просто нужно выделить время, не торопиться спокойно все это запаковать. Здесь также существуют дополнительные резиночки, чтобы все было красиво. Понятное дело, что можно спрятать просто шину, а можно спрятать и колесо в сборе. Таким образом, мы его собрали, и у нас здесь есть специальная ручка, прошитая для удобства переноски. Доступно 4 цвета на выбор. Собственное производство. Чехлы изготовлены из качественного материала Oxford. Прошит армированными нитями в два этапа. Выдерживает вес на разрыв в 70 килограмм. Все используемые материалы легкой очистки, с которых загрязнения легко удаляются влажной тряпкой или салфеткой. Также чехлы можно стирать в стиральной машине. Ну что, как вам такой аксессуар от компании Автобекс для вашей любимой ласточки? Цена комплекта 2,5 тысячи рублей. Доставка по всей России. А по промокоду Машков будет доступна дополнительная скидка. Друзья, все подробности по ссылочке в описании. А начнем мы с вами с разводника, который каждый день вылетает на Автору. И я каждый день получаю одни и те же вопросы. Вот смотрите, привожу вам пример, как обычно с BMW 5 серии, например. Звонит человек и спрашивает. Дмитрий, здравствуйте. Сколько будет стоить машина, к примеру, BMW 520 дизель X-Drive Business? Я ему говорю, ну, порядка там, может быть, 4 миллионов рублей удастся забрать, да? А на Автору 3600. И вот это вот постоянно одно и то же со всеми абсолютно брендами. И очень часто люди задают вопросом, а для чего дилеры это делают? Ведь понятно же в любом случае человеку, что когда он приедет, начнет считать, посмотрит, что в кредит что-то воткнут. Да, это стандартная история, что вам трейд-ин занизит где-то, где-то вам накинут 300 тысяч страховки жизни. Габ, вот это стандартно. Для чего это делают? Ответа на самом деле два. Первый, банальный. Есть люди, которые считать не умеют, и на них этот расчет. Они придут, видят в ДКП 3600. О, здорово, я сэкономил миллион 300 с покупки автомобиля. А по факту в теле кредита вот такой хвост. И второй момент. На языке дилеров, если я не ошибаюсь, они вот такие объявления называют сленговое какое-то название. Есть поплавок, что ли. Вот кто знает, напишите, пожалуйста, в комментарии. Вот, короче, как-то они это обозначают. Делают они это для привлечения трафика. То бишь, каждый день публикуется подобное объявление, где Toyota Camry на 500 тысяч дешевле, чем она реально стоит. Люди звонят. И это объявление от официальных дилеров, важно понимать. Люди звонят. Здрасте, а вот машинку хотели бы посмотреть. Ответа может быть два. Первый, она уже продана. Либо, естественно, называют уже совсем другую цену. Но факт в том, что звонок есть. Есть потенциальный клиент. И вот его начинают обрабатывать. Есть такое понятие, как пересадить человека. Что это значит? Ты хотел себе купить Toyota Camry, а купишь RAV4, ты хотел себе купить Mazda CX-5, купишь Mazda 6. Менеджер начинает с тобой вести диалог и выводит тебя на то, что слушай, у нас есть другой автомобиль, который может тебе подойти. Ну и вот по такому принципу вас начинают там забалтывать, вести с вами диалог и пытаются вас законтрактовать. И как показывает практика, эта схема работает. То есть есть люди, которые действительно звонят и вроде бы хотели одну машину, а им вот объясняют, и они уже хотят другую. Поэтому факт в том, что вот эти цифры на автору, на авито, на автоспоте в 99% случаев ничего общего с реальностью не имеют. Соответственно, бывает, конечно, что где-то тут какие-то реально похожие цифры есть, когда показывают новые автомобили. Но запомните одно, что на них ориентироваться не стоит вообще. Лучше всего звонить, естественно, в салон и уже напрямую задавать вопросы. Сколько будет машина стоить? Наличка плюс, например, каска. Какая поддержка за трейд-ин? Можно отправить свои документы, чтобы вам предварительно посчитали, сказали, за сколько вашу машину заберут. Если кредит, то можно запросить расчет и сразу посмотреть, что будет в кредите. Таким образом, простейшая математика и все складывается. Но верить в чудесное объявление не стоит. Второй свеженький разводняк столкнулся с ним совсем недавно. Написано у меня, как дурят менеджеры при страховке жизни и габ. И опять же, я не буду рассказывать вам банальную историю о том, что когда вы берете кредит, в него могут вкинуть габ страхования, страховку жизни. Вы уже об этом многие знаете. И здесь происходит следующая ситуация. Человек звонит, ищет машину, хочет купить ее с кредитом. И многие уже сразу спрашивают, какое будет наполнение, сколько будет габ, сколько будет СЖ. И вот представьте себе ситуацию. К примеру, вы хотите купить машину, надо в кредит взять 1 миллион рублей. У вас, например, наполнение кредита будет на 150 тысяч рублей. Страховка жизни и габ не важно. Вы звоните, звоните. И тут раз вылетает менеджер, который говорит, а у нас будет наполнение на 40 тысяч. То есть у всех 150, а у него 40. И человек говорит, о, нифига себе, здорово, и это прям выгодно. Аж на 110 тысяч рублей менеджер говорит, да, 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 все будет, давайте контрактоваться, давайте подбиваться. И потом происходит следующая ситуация, что вы, короче, запаронировали машину, вам сделали предварительный расчет, вот у вас график есть, вы подали заявку, вам все одобрили, вы приезжаете на сделку, сэкономил. Ты же сэкономил, ты нашел самое лучшее предложение. И когда доходит суть до оформления договора, в договоре появляются совсем другие цифры. И на вопрос менеджера, что как, а, блин, это со стороны банка, не знаю, мы что-нибудь попробуем придумать. Придумать ничего не получается, а вы уже все этапы прошли, вы уже в салоне, машина уже стоит новая, ты уже денюжку занес первую в кассу. Что делать? Это надо писать заявление на возврат, это нужно ждать. Берем. Чувствуете? Ловкий ход. Согласитесь, ловко, когда тебе везде навязывают одно, а здесь вроде бы поменьше, и ты пришел, а потом на деле скандал, не скандал, здесь ситуация будет разворачиваться двумя способами. Либо ты соглашаешься и берешь, либо вот тебе заявление, пиши, отказывайся. Ну, откажешься, ты уедешь. Но уверен, что кто попадет в такую удочку, в большинстве своем, если там габ и вот эти наполнения будут такие же, как это было везде, а не что-то сверх космическое, подпишется и купит автомобиль у этого менеджера. Третье. Вот никого не хочу обидеть, но глупость людей, она вот остается на одном и том же уровне. Казалось бы, куча роликов снятого и у нас на канале, и вообще в целом по YouTube, и много уже там статей различных пишут, и все уже вы про это знаете, но все равно люди верят в какое-то чудо, и верят в эти красивые цифры на различных досках объявлений, что при трейдин, при кредите, при том-то, цена будет низкая. Друзья, здесь все считается просто буквально в течение одного рабочего дня. Если вы хотите купить машину с кредитом, с трейдином, просто нужно это все посчитать. Можно дистанционно рассчитать ваш автомобиль, можно дистанционно посчитать кредит и получить все предложения на руки, не выходя из дома. Если вам начинают приезжать и это, то да не нужно этого делать. Для того, чтобы ваша оценка по трейдину была максимально приближена к реальности, здесь нужно сделать следующее. Детально вы описываете ваш автомобиль. Все косички какие есть, если что-то красят, что-то делается, вы об этом должны рассказать. Пытаться скрыть это и потом приехать сказать, ой, вы мне сказали миллион, а на деле 800, так не прокатит. Если у вас тачка убита, а вы об этом не сказали, ну, понятное дело, что дилеры тоже не дураки, и они вас не будут ее забирать по той цене, о которой вы поговорили. Суть в том, что все это можно высчитывать и таким образом, получив все цифры, вы поймете сразу, выгодно вам сдавать машину в среду или нет, есть ли какая-то реальная выгода от кредита, от кредита ради скидки, сегодня взял, завтра закрыл. В каждой ситуации это все уникально. Где-то выгода бывает, где-то выгода выходит просто вровень, что ничего вы не получаете, а где-то получается так, что вы покупаете втридорога. Идем дальше. Люди ждут чудо, а машины уходят. Вот я выкладываю объявление о том, что смотрите, на биды там с небольшой, но скидочкой там 10-20 тысяч рублей, где-то 25. Народ воспринимает это как о, оттепель. Начинается оттепель, скоро все будет хорошо, скоро скидок станет больше. Отвечаю, да ничего, никакая это не оттепель. Это просто бывает, так находишь какого-то дилера, у которого есть ряд автомобилей, который он готов там, в силу определенных причин, подслить. Никакого криминала не означает, что машина какая-то битая и еще что-то. Нет, не в этом суть, в другом. Нужны штуки, своя там процедура продаж. А люди некоторые думают, что надо ждать дальше. А потом получается так, что дальше машин нету, в июне нету, в июле нету, ждут уже на август, на сентябрь. Я знаю то, что Андрей, Ярдрей, делал публикацию, что он записал ролик с каким-то сотрудником дилерского центра, который там на анонимной основе рассказал всю правду, все, что происходит, то, что там происходит какой-то картельный сговор, как это все сделано. Мне дико интересно посмотреть, что он там расскажет. Действительно, полезная для меня информация будет. Просто отмечаю, как факт того, что вот общаясь с дилерами, у некоторых машин действительно нету, нечего продавать. У кого-то бывает переизбыток автомобиля. То есть, одно время про Киа К5 не было, сейчас связался с одним менеджером, он говорит, типа, у нас есть 50 машин, которые мы действительно, вот они стоят, мы их готовы продавать. Таким образом, машины потихонечку все распродаются, уходят, и цены постепенно, постепенно, точно так же продолжают расти. Поэтому, друзья, если вы ждете все чудо, что вот завтра станет дешевле, я больше склонен к тому, что лучше покупать здесь сейчас. Если вы нашли для себя выгодное предложение, хотя бы там, вот нужный автомобиль по розничной цене, и вас он устраивает, все, надо забирать. Сидеть и ждать, что на Рапид будет скидка, как раньше, 100 тысяч рублей, а зачем? Просто для чего, когда он уже вырос, надо там 300-400 тысяч. То есть, тут на самом деле ничего смешного нету, и факт в том, что нашел машину, если она тебе нужна, купил, уехал, вопрос закрыл. Вот на сегодняшний день выгодным предложением является то, где меньше всего тебе навешивают допы. Вот возьмем, к примеру, корейцев, возьмем Шкоду, возьмем Тойоту, есть розничная цена, и дальше начинается. В Москве сейчас на оценки просто космические. Например, на некоторые Шкоды, там Октавии, на оценка в Москве может быть 300-500 тысяч рублей, особенно если машина стоит в наличии. Это реальная история. Машина стоит по прайсу там 2 миллиона, человек приходит, она стоит за 2,5. Это вот, буквально вчера разговаривали. И, соответственно, здесь, когда ты встречаешь этого человека и находишь его машину, где на оценка 80 тысяч рублей, и это реальная допа, а не просто какой-то воздух, он уже этому дико доволен. Была ситуация, что обратился человек, ему нужен был Киа Карнивал в определенной комплектации, престижность не ошибаюсь, она стоит 3 миллиона 159 тысяч рублей. И ему говорят, 200 тысяч допа и забирайте. Я говорю, вот машина, надо подумать, надо взвесить. Проходит несколько дней, это вот было в конце мая, наступает июнь. Автоматом меняются цены на автомобили. На Карнивал она плюс 100 тысяч рублей. То есть, пока он думал, представляете, как бывает, совпадение, два дня прошло, обновился прайс, уже плюс 100 тысяч рублей. Ого! Потом решил все-таки бронить. Уже говорят, менеджер другой, нашел покупателя, которому он эту же машину предлагает за 350 тысяч рублей с теми же самыми допами. И он согласен. Бронирует машину, забирает. То есть, все, тачка была и вот она так вот уехала. Начинаем искать дальше. Закидываю удочку и посыпалась. Москва, это просто вау! Звонят люди, говорят, приезжай, машина стоит плюс миллион 100 к цене. Миллион 100! Другой дилер говорит, у нас плюс 700 тысяч рублей и мы знаем, что в Москве у нас самая крутая цена по регионам это примерно 350-500. В общем, сам факт того, что казалось бы Карнивал, семейная машина для многодетной семьи. Я в охрене от того, как продаются. Машин по пальцам пересчитать и факт в том, что люди их покупают. Вот казалось бы, да кто ее купит? Есть такие люди, кто приходят и на таких условиях тачки забирают. Конечно же, интересная тема финансов. Очень часто встречаю комментарии, что ты вообще не понял, за что тебе вообще люди платят? Есть ли сейчас скидок на машины нету? Есть наценка? И за что тебе еще платят? Объясню. Сейчас все это вышло на какой-то совершенно новый уровень и приведу я вам пример с покупкой путевки, например, в Турцию. Вот смотрите, у вас есть всегда два варианта. Вы можете пойти купить сами себе билет на самолет, вы можете сами выбрать себе отель забронировать, вы прилетаете в Турцию, сами берете себе либо такси, либо идете пешком в отель, либо едете на автобусе. В общем, можете все сделать сами, тем самым вы сэкономите, по идее, вопрос вот хороший, сэкономите вы на услугах вот того же самого турагентства. Были в жизни ситуации, когда начинали сравнивать, понимали, что организовывать отдых самому, да нафиг это надо. Купил и поехал. То же самое здесь. Люди идут сами, приходят им на машину, там 150, там 200, там 150, там 200. И вот туда-туда ходят, ходят, потом раз, заходят в Инстаграм, например, и видят, что такая же машина по розничной цене или с плюс 50 тысяч. Ответьте мне на вопрос, это выгодно или нет? Я считаю, что это выгодно. Таким образом, они приходят ко мне и я им организовываю эту сделку. Вот, все в открытую, друзья, мне что-то прятать, скрывать. Некоторые такие мне, знаете, побывать пишут, ты что зарабатываешь на этом? Ого, это что получается, все реклама? Блин, ребята, это интересная инфа, потому что многие, кто смотрит, им интересно посмотреть, что почем нынче продается. Многие люди офигевают, кто покупал два года назад автомобиль, какие были цены тогда, какие сейчас. Житейские вопросы, житейские ситуации. Поэтому, здесь я с вами всегда предельно честен. Подписывайтесь обязательно на Инсту, действительно, кто хочет купить себе машину, даже ради интереса, будете наблюдать, смотреть, вдруг когда-то в один прекрасный день вылетит то, что нужно именно вам. До сих пор встречаются ситуации, что людей заманивают в салон, и, казалось бы, иной раз звонят люди, которые по разговору видно, что далеко не простые люди, то есть, не какой-то там условный, как сказать, тюфят, но, тем не менее, вляпываются, приезжают из региона в Москву, за дорогими машинами, приходят в салон, и в салон, и начинается банальный развод, и серия. А та цена была при условии кредита, давайте кредит посчитаем, в кредит 500 тысяч, стандартный набор каких-нибудь страховок, и люди вроде как, вы что, мы так не договаривались, а нам пофигу, ну что, драться-то не полезешь, с менеджером по продажам, ты не спросишь, то есть, ну по-другому-то как, разворачиваются, уезжают, поэтому я говорю, вот этого разводника, который был, он остается, но вот есть новые фишки, о которых я вам сегодня рассказал. В тот же момент, врут точно так же и сами покупатели, очень стандартный разговор, у них идет такое, что, допустим, они съездили, получили предложение по кредиту, по трейдину, ну и по автомобилю, и везде начинают скидывать сами, то есть, так, машину мне предлагают, и занижают на 100 тысяч ниже, чем реально мы предложили, оценку своего автомобиля поднимают, например, на 50 тысяч рублей, по кредиту, если там были страховки, включили там, допустим, на 80 тысяч рублей страховку, жизнь, он говорит там на 60, и таким образом, он везде вроде бы скинул на 200, и что, если кто-то, хотя бы подтвердит то же самое, это уже будет хорошо, а если дадут еще больше, то сработало на изи, но как правило, вам могу рассказать одно, что все дилеры по Москве, в целом, они между собой взаимодействуют, я очень часто встречал ситуацию, когда, например, хочет купить BMW, он говорит, у меня есть там оценка по тройде на миллион, а где оценивался там, в том-то салоне, ребята звонят напрямую, спрашивают, была такая тачка у вас, была, за сколько вы ее забираете, 900, а он говорит, что миллион, таким образом, уже сразу все знают, что покупатель лгун, вот что сейчас хорошо разбирают, в первую очередь, опять же, Шкоды, в силу того, что появился вот один из дилеров, у которого были машины на слив, то есть, Rapid'ы забирали по розничной цене, либо с небольшой скидкой, в виде 10-20 тысяч рублей, Octavia с небольшими наценками, на реальные допы, там, примерно 50-80 тысяч рублей, Kodiaq'и были, которые с наценкой, там, небольшой, в виде, там, допустим, 40-100 тысяч рублей, вот примерно вот так, есть, которые, дару больше наценка, в силу того, что комплектация, например, более востребованная, Mazda, с Mazda'ами вообще глухо стало, по полной программе, звоню менеджеру, говорят, уже все разобрано из поставок, и вот то, что дальше идет, там, уже на осень, продают сразу с допом на 200 тысяч, те же самые менеджеры, у которых я, например, машину покупал, просто по рознице, по-другому сейчас нет, потому что спрос просто превышает предложение, с Toyota, и та же самая история, что ничего не купишь, просто по розничной цене, нету машин у Toyota, например, недавно вылетел Mitsubishi Pajero, новый, который стоит 3 800 по розничной цене, так на нем допов на 500 тысяч, 4 300, я просто охренел, я когда эти цены увидел, я говорю, чего Pajero, у меня Pajero Sport, все время там ассоциации, что 2 200, 2 400 примерно, там плюс-минус цена, а тут 4 300 за Pajero Sport, это охренеть, BMW, та же самая история, X5, X6, разлетаются вот так, на ценку делают, но иной раз вылетает предложение со скидкой с реальной, машина улетает просто в один день, в общем, все то, что я публикую в Instagram канала, я вам скажу так, из 100% примерно 50% реально продается, вот такие приземленные тачки, вот, например, я сначала думал, выложить Rapid на механике за 950 тысяч, это можно сказать, базовая версия, думаю, да блин, вот нужно, интересно кому, улетел тут же, выложил Rapid на автомате по 1 млн 85, они просто вот так вот разлетаются, думаю, ничего себе, вот жалко, что нету с другими автомобилями, тоже того же самого, например, вот Kia, Hyundai, вот что-то такого рода, потому что на них очень большой спрос, а найти что-то выгодное тяжело. В общем, друзья, всем, кому тема автомобиля интересна, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно подписывайтесь на Instagram канал, потому что там я стараюсь каждый день что-то делать, я выкладываю это в сториз, сегодня я вам много чего выводил на экран, вот все там остается на одни сутки, потом это пропадает. В общем, я буду продолжать следить за ситуацией на рынке, я буду продолжать покупать новые автомобили, я буду продолжать рассказывать об этом вам, поэтому я с вами не прощаюсь, я говорю лишь до скорых встреч, скоро у нас выйдет отличный жизненный сюжет про недвижимость, сюжет будет, ну просто на все 5 баллов, 100% уверен, что он вам понравится, обязательно посмотрите его. Ставьте лайки, ставьте жирные дизлайки, пишите ваше мнение в комментарии, до новых встреч, всем пока-пока!